МОРСКОЙ БОЙ В пятницу наступил самый значимый праздник мусульман – Курбан-Байрам. Утро у верующих началось, как и предписано, с праздничной молитвы. Из-за пандемии коронавируса в Дагестане коллективный намаз до сих пор совершают с определенными ограничениями. В главной мечети столицы побывал наш корреспондент Хамзанур Магомедов. Ему слово. Шесть утра верующие собираются совершить праздничную молитву. У входа мечеть раздают маски и дезинфицируют руки прихожан. Внутри мечети праздничная атмосфера. Мусульмане благословляют пророка Мухаммада, мир ему и благословение, и произносят слова, восхваляющие Всевышнего. Аллаху акбару алиллахи аль-хамд. После чего Муадзе мечети Азанам возвещает о наступлении времени молитвы, призывая к смирению и поклонению. В этом году праздничный намаз проходит по-особенному. Если в предыдущие годы тысячи верующих плечом к плечу совершали молитву, то в этом году обязательное расстояние полтора метра. И количество верующих в основной мечети столицы в разы меньшее. Причина тому всем известная коронавирусная инфекция. Перед молитвой имам обратился к верующим с назидательной проповедью. Из-за святости этих дней нам запрещено держать обиду, злобу по отношению друг к другу и находиться в плохих отношениях с людьми. За ним с поздравительной речью от имени главы региона выступил министр по национальной политике и делам религии Дагестана. Этот праздник несет в себе добро и свет. Этот праздник служит взближению людей, укрепляет идеалы добра, милосердия и взаимной помощи. После поздравления звучит вступительный тагбир. Молитва начинается. После завершения намаза Муадин обращается к верующим на арабском языке. Это хутба, проповедь и составная часть обряда богослужения. Праздничный намаз завершается коллективной мольбой ко Всевышнему. И верующие, соблюдая дистанцию, покидают мечеть. После молитвы большинство мусульман исполняют главный замысел праздника – обряд жертвопроношения. А уже после, в узком кругу родных, в узком из-за пандемии, соберутся за праздничным столом. Несмотря на ограничительные меры и остающиеся тревожной эпидемиологической обстановкой в регионе, в праздничный день дагестанцы не теряют оптимизма, прося Всевышнего о благе и желая добра другим. Аль-Хамдул-Лля, что в этом году нам довелось по безграничной милости Всевышнего Аллаха встретить этот прекрасный праздник. Мы, как знаем от слов наших богословов, это самый главный праздник мусульман. В пользу случаем хочу поздравить всех братьев, сестер, да примите Всевышнего Аллаха все их благие деяния, жертвопроношения и простить нам все наши грехи. Очень радостная вещь, что в мечети можно намаз проводить, потому что, к сожалению, у Роза Байрам дома все намаз сделали. Аль-Хамдул-Лля, что собираемся, братья вместе, всех вижу, у вас вижу, радуюсь, улыбаюсь, всех с праздником поздравляю. Я желаю нашему народу здоровья в первую очередь, все хорошее, все прекрасное, вот эти болезни, вот эти тоже, чтобы больше, чтобы не были. Курбон-Байрам самый лучший праздник для мусульман. Искренне поздравляю всех мусульман с наступившим праздником. Пусть Аллах примет садака, жертвопроношения, все благие деяния. Впереди еще три дня праздника. В эти благословенные дни мусульманам нельзя упускать благую возможность делать добрые дела. Поздравляю друзей и родственников, особенно старших, хотя бы по телефону. Хамзу Нурмагамидов, Нурмагамид Магамидов, Мурат Бикбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. А после праздничной молитвы в мечетях верующие совершили обряд жертвоприношения, являющийся кульминацией праздника Курбон-Байрам. Для этого ритуала Муфтия Дагестана совместно с администрацией Махачкалы подготовил сразу несколько специальных площадок на окраинах города. На одной из них в районе торгового дома Киргу побывал и мой коллега Курбан Рагимов. Совершить обряд жертвоприношения сегодня можно без больших хлопот. Для этого достаточно просто приехать на спецплощадку, выбрать жертвенное животное вот здесь и буквально в двух шагах проходит закалывание и сама разделка туши. Приносить в жертву можно разных животных, но основной спрос, как и всегда, на мелкий рогатый скот. Средняя цена за одного барашка – 6-7 тысяч рублей. Животное должно быть здоровым и без каких-либо повреждений. Вот баран Лагского района, средний Кумух, хазам Абнатик, мясник, двузубки. На что покупатели обращают внимание больше всего? Ну, основной, чтобы здоровый баран был, целый уши, чтобы более. Выбор на этой площадке огромный, всего более 4 тысяч голов. Подобрав жертвенное животное, люди направляются на место для закалывания. Здесь барана приносят в жертву по всем нормам ислама. Площадку утром посетил муфтий Дагестана. Шейх Ахмад Афанди ознакомился с условиями, подготовленными для проведения ритуала. Все, что связано с обрядом жертвоприношения, в отличие от предыдущих лет, максимально упрощено. По словам организаторов, на месте соблюдаются все санитарные и профилактические нормы. Мы стараемся информировать население, соблюдать меры предосторожности. На местах работают дезинфицирующие комплексы, есть, опрескиваются на местах. Также маски предоставляем всем людям. И стараемся наладить работу таким образом, чтобы человек максимально быстро смог прийти выбрать барана, так же, чтобы быстро зарезали. Для этого привлечены профессионалы. После заклания и разделки туши мясо делят на три части. Себе верующие обычно оставляют только одну. Большую часть раздают соседям и малоимущим, а из оставшегося готовят еду для гостей. Я сам сиждага, я здесь проживаю, в Махачкале. Сейчас будем, сына я отправил вперед, я за ним. Какой он выберет, такой покупаем. Хоть по цене коровы, хоть по цене бочка. Мы сейчас порежем барана, раздадим всем, малоимущим. Сделаем садага, сделаем хинкал, сварим баранину. Сядем и отпразднуем. Сегодня мы выбрали самых таких молодых, четыре барана. Для нас это праздник с самой юности, с детства. Обычно дома резали, сегодня решили вот таким вот образом. Все условия здесь, все необходимые условия. Чем дома резать здесь, по-моему, намного удобнее, брат. Поздравляю всех с праздником, Курбан-Байрам. Желаю всем удачи, бараката Всевышнего. Всему умату Мухаммада пусть баракат исходится. Поздравляю всех мусульман нашей республики и остальных мусульман, которые живут во всем мире. Желаю им здравия, пусть Аллах примет их несадагу. Счастья всем, радости, удачи. Как будете праздновать? Хорошо, нормально буду, вместе со своей семьей. Спецплощадка для забоя жертвенных животных работает также и в районе бывшего ипподрома. Те, кто не успел совершить обряд жертвоприношения прямо в день праздника, согласно канонам ислама, могут сделать это еще в течение трех дней. Курбан Рагимов, Магмед Сагитилов, телеканал ННТ, Махачкала. Праздник Курбан-Байрам знаменует собой завершение Большого Хаджа на Святой Земле Аравии, но в этом году паломничество проходило в особых условиях. Обычно в Мекку и Медину для совершения обрядов, связанных с хаджем, прибывает несколько миллионов человек со всего мира. Однако из-за коронавируса власти Саудовской Аравии запретили приезд паломников из-за рубежа и в хадж смогли отправиться только жители Аравии и иностранцы, которые уже находились в стране. Как сообщают мировые СМИ, в этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции совершить хадж смогли около тысячи человек. Это рекордно малый показатель. Обычно в хадже принимают участие миллионы, а не сотни человек. В прошлом году в Саудовскую Аравию с этой целью прибыли 2,5 миллиона мусульман. Наибольшее же число паломников было зафиксировано в 2012 году – более 3 миллионов человек. Верующие в этом году столкнулись с целым рядом ограничений в связи с пандемией COVID-19. Повсюду было ужесточено соблюдение санитарно-гигиенических мер, и даже обход вокруг Каабы впервые совершался с соблюдением социальной дистанции. Паломникам также временно запретили прикасаться к святыне, а при совершении обрядов всем без исключения необходимо было надевать маску. И в продолжение праздничной темы. В Махачкале в честь Курбен-Байрама состоялись скачки. На новом ипподроме конно-спортивного клуба «Ватан» прошло масштабное мероприятие, посвященное главному празднику мусульманам. Подробнее о празднике быстрой езды в нашем сюжете. Это второе крупное конно-спортивное мероприятие на новом ипподроме. Началось оно с парада лошадей. Наездники в Черкесках и с национальными флагами в руках на своих скакунах сделали двойной круг по специально подготовленному для скачек пути. Перед самими заездами, а всего их было пять на этом мероприятии, тренеры тщательно подготавливали своих лошадей к забегу, чтобы придать им презентабельный вид каждого красавца-скакуна. Старательно моют и вычищают от пота и грязи. Как привезли, он вспотел лошадь. Обязательно перед скачкой лошадь должна быть чистая. Как и люди, то же самое. Чтобы не заклеивали, чтобы красиво вышло на старт. А вот перед самим стартом каждую лошадь еще и прогоняют по разминочной дорожке. Хороший старт, как и финиш, во многом зависит от того, насколько правильно провели разминку для верхового животного. Чтобы ноги, мышцы не растянуло. Для сухожилия хорошо, чтобы лошадь разогрелась. Напряженные до предела и рвущиеся, словно бой лошади, срываются с места. До такой степени стремительно, что дважды был объявлен фальстарт. И только в третий раз скакуны, наконец, синхронно стартовали вместе. Как и положено по правилам. В первом заезде участвовали 24 лошади. В тяжелой борьбе на дистанции 1500 метров. Среди двух лет так чистокровной английской породы определился первый победитель. За счет чего, на взгляд, удовольствие занять первую лошадь? Потому что принял стартовый прием, был хороший. Я разогрел перед скачкой ее нормально. Стартовый прием хороший был. Дали повести скачку. Я повел и думаю, пока веду скачку, надо уложить коня. Уложил коня, как он захотел бежать. Я ему дал, он попросил, я его упустил. Между заездами зрители могли посетить конюшню конно-спортивного клуба «Ватан». И не только посмотреть на лошадей, но и погладить животных. И даже обнять этих добрых спутников человека. Любовь к этому благородному животному у людей проявляется по-разному. Оно успокаивает и душу, и нервы. Когда мне плохо, я учителем работаю. Когда мне плохо, нервы, стресс, я обязательно покажусь сюда. Они добрые, хорошие, понимают человека. Если тебе грустно, они подойдут, могут тебя развеселить. Посмотреть и потрогать лошадей, увидеть скачки приехали на это мероприятие гости из далекой Индонезии. Ами Мауляна в Дагестане уже второй раз. Впечатленный красотами Дагестана и неповторимой здешней атмосферой, на этот раз он решил взять с собой в путешествия и своих друзей. Все они проходят обучение в городах России. Дагестан очень красивый. Мы были в Дербен, в Силки-Каньон. Мы тоже были в Духовный центр. Духовный центр – это самый главный и уникальный городяжный проект для мусульман. Очень интересно. Мы тоже делали в Курбан-Байраме здесь, в деревне Дилим. Субханаллах, маншаллах, Дагестан. Очень нравится. Это первый раз я поехал в Дагестан. И это город очень интересный. И, конечно, это как Индонезия, потому что всегда есть Азан. И вот это отлично. Поглядеть на зрелищные представления пришли сотни людей. В основном целыми семьями. В ресторане конного клуба «Ватан» создали все условия, даже для самых маленьких. Детская площадка сегодня была заполнена ребятами. Тут очень хорошо. Тут мне понравилось еще прыгать на батутах. Если бы не было этой площадки, то отдых был бы неполноценным. Поэтому это как бы много чего решает. Я нашла место для отдыха, реального отдыха. Очень долго искала такое место. Можно посмотреть на мужа, как он скачет. Можно посидеть за чашкой чая и посмотреть за своими детками. Отдых полноценный, 100%. Вторые скачки прошли на более длинной дистанции. А именно 2200 метров. Участвовали здесь 19 скакунов. Порода лошадей такая же, только возрастом они немного старше. Каждая из них по три года. В упорной борьбе победу одержало верховое животное по кличке Пригожа. У меня, если честно, надежды на нее не было. У нее, когда голов сделал, очень тяжело дышал. Ну, доволен, конечно, первое место. Пока лошади готовились к очередному забегу, для гостей звучали патриотические стихи и поучительные нашиды в исполнении известных мастеров сцены. И вот дали старт самому длинному в новой истории этого ипподрома забегу на дистанции 3500 метров. Сейчас проходит третий из пяти забегов мероприятия. В скачках участвуют 19 лошадей английской чистохронной породы. Призовой фонд этих забегов 100 тысяч рублей. Победителем третьего забега оказалась лошадь под названием «Джихад». В скачках на этом ампадроме она побеждает уже не первый раз. Вот эта стратегия. Да, была сесть на третий, четвертый, вот так ехать. Как бы сразу не получилось, потому что старт-старт отстал. Вырвался на третьем уже. На этом ипподроме вторая победа у нас подряд. Ахамдуля, прошло удачно, как хотелось. Паркало все. В четвертом забеге участвовали лошади чистокронной арабской и ахатекинской породы. Пятый заключительный забег состоялся среди иноходцев. Всех победителей и призеров, почетные гости наградили кубками, медалями и грамотами. И привезли они с собой свои лучшие наши. Среди гостей был профессор Римского университета. Наш соотечественник Джалалдин Сайтбегов. Дагестанец, полжизни проживший за границей, поделился своими впечатлениями об увиденном. Меня радует то, что Муфтиат занимается наряду с светской властью, принимает очень активное участие в жизни Дагестана, в ее культурном развитии и так далее. Организация вот таких очень полезных мероприятий, чтобы молодежь не увлекалась алкоголем, не увлекались наркотиками и так далее. По словам организаторов, развитие конного спорта в республике важно не только со спортивной точки зрения, но и соответствует древним традициям горного края, где лошади неотъемлемая часть истории и культуры народов Дагестана. Главный цель объединить, полюбить спорт, конный спорт, объединить всех, чтобы прийти, хоть отдохнуть, чтобы праздновать этот праздник в Орбамбарям, и чтобы уже тут есть многие люди, которые давно друг друга не видели, которые здесь собрались, здесь увидели все, начиная с малого до великого. Оказывается, у нас не только мужчины и женщины любят этот спорт, это говорит о многих, о многих женщинах, которые болеют. Как считают наездники, по накалу и эмоции сравниться со скачками вряд ли может еще какое-то подобное действо. А для зрителей подобные мероприятия – это прежде всего неиссякаемый источник положительных впечатлений, вдохновляющие и позитивные. Первую скачку посмотрел, очень понравилось. Такие большие скоростя, тесная борьба была. Очень зрелищные гонки. Честно говоря, нравится это. Эмоции тоже переполняют. Когда здесь находишься, эмоции переполняют. Это не то, как с экрана смотреть. Все почти на равных. Дадим! Скачки, приятное времяпровождение. Эмоции взрывают изнутри. Думаешь, этот выиграет, этот выиграет. Даже не знаешь. Спасибо огромное всем, кто принимал участие, кто старался, организаторам. Радует, что теперь для развития этого популярного в Дагестане вида спорта в республике появилась новая площадка, которая, судя по нарастающему интересу зрителей, будет привлекать все больше людей к верховой езде. И к другим темам. Накануне в Дагестан с рабочим визитом прибыл замминистра экономического развития России Михаил Бабич. В ходе визита правительственная делегация осмотрела сразу ряд важных объектов, которые строятся в рамках передислокации Каспийской флотилии в Дагестан, а также несколько инвестплощадок региона, чтобы оценить промышленный потенциал республики. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Замрут Гамидова. Программа визита была насыщенной. Один из главных пунктов – Каспийск, промышленный центр и город-спутник столицы Дагестана. Первым делом Михаил Бабич осмотрел многофункциональный медицинский центр в Каспийске, который построили за один месяц. Госпиталь оснащен современным медицинским оборудованием, в их числе аппарат КТ и ИВЛ для реанимационных палат. Сейчас заканчивается его внутреннее обустройство и не за горами тот день, когда здесь появятся первые пациенты. Затем Бабич ознакомился с условиями, созданными для проживания военных. Гости осмотрели общежитие, а это два жилых корпуса, столовый и бассейн. Квартиры полностью меблированы и оборудованы всей необходимой техникой. Здесь же на территории военного городка было проведено совещание. Михаил Бабич отметил, что федеральный центр готов оказать дополнительную помощь Дагестану. По Каспийску у нас, соответственно, есть отдельное поручение главы государства, правительства Российской Федерации о необходимости обеспечить синхронизированное строительство социальной сферы, которая будет производиться как в интересах военнослужащих, которые передислоцируются в республику, так и в интересах гражданского населения. Сегодня мы видим объекты социальной инфраструктуры, где в школах, в детских садиках будут учиться дети, как и, соответственно, жители Каспийска, так и пребывающих военнослужащих. Работы все идут в целом по графику. Сейчас, по словам чиновника, Минобороны занимается строительством 74 социальных объектов на всей территории республики стоимостью 13 миллиардов рублей. Глава региона Владимир Васильев, в свою очередь, отметил, что перевод флотилии в Дагестан должен способствовать развитию инфраструктуры Каспийска и улучшить жизнь как военных, так и местного населения. В связи с этим, по его словам, сжатые сроки строятся школы, детские сады и другие социально значимые объекты. Когда президент принял решение о том, чтобы быть таком в постановлении правительства, то поручил и министру обороны, и мне вести постоянный контроль за качеством работы. Он так и сказал – качество обеспечения. Чтобы, еще очень важный момент, чтобы перевод флотилий в создание инфраструктуры для обеспечения надлежащей службы защитников Отечества, не только не ухудшило положение дел местных жителей, как это раньше бывало, чтобы дать какой-то процент от детского садика. Нет. Наоборот, вот эти средства выделены по указанию президента, чтобы мы увеличили эту инфраструктуру. Также в планах властей привести в порядок систему водоснабжения города, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды. В связи с тем, что системы водоснабжения и водоотведения, а это как раз вот коронизация, были крайне запущены в предыдущий период. И нужно было сделать быстро. Ну а уже после, в торжественной обстановке, делегация открыла завод по производству полиэтилена. Завод запущен. Гостей, как и полагается, на Кавказе встречали песнями и танцами. Официально дав старт работе завода, руководители осмотрели его производственные линии и продукцию. На строительство завода из Фонда развития промышленности были выделены 550 миллионов рублей, а за счет его водоэксплуатации создаются десятки новых рабочих мест. Отрасли экономики, нуждающиеся в приоритетном и ускоренном развитии, будут более подробно обсуждаться во время дальнейших встреч и выездов по регионам республики, которые запланированы у Михаила Бабича в Дагестане. А в конце предыдущей недели в республике отмечали День Конституции, совпавший на этот раз с Днем Военно-морского флота. Грандиозное зрелище, невиданное прежде, развернулось в Каспийске. Десятки кораблей, самолеты и вертолеты, пешие колонны. В Дагестане впервые прошел военно-морской парад, посвященный Дню военных моряков. Подробнее о морских баталиях в нашем сюжете. В Дагестане впервые за всю историю республики прошел военно-морской парад, посвященный Дню ВМФ. Чтобы посмотреть на это зрелищное действие, на воде в Каспийск съехались тысячи людей. В парадном строю около 40 судов и катеров. Среди них пограничные, артиллерийские и даже ракетные корабли. Далее в парадном строю малый ракетный корабль «Углич». Командир, капитан второго ранга Михаил Степанов. Здравствуйте, товарищи. Поздравляю вас с Днем военно-морского флота. Праздник начался с обхода парадного строя кораблей, украшенных прасечными флагами. Парад принял командующий флотилией контр-адмирал Сергей Пинчук. После чего сотни военнослужащих показали, на что способен флот в случае любой угрозы. Свои возможности они продемонстрировали жителям и гостям Каспийска в постановочных морских баталиях. На ракетном корабле «Дагестан» 176-мм артиллерийская установка. За период эксплуатации показала свою надежность и эффективность. Уникальная двухавтоматная шестиствольная артиллерийская установка «Палаш», обладающая высокой скорострельностью и высокой вероятностью поражения противника. Уничтожаются вновь появившиеся цели противника. Противник разгромлен. Кроме того, в смотре войск была задействована и авиация. Она выполняла задачу по обнаружению неопознанной группы надводных целей. К параду были привлечены 14 летательных аппаратов сил Южного военного округа. Поддержку морскому десанту оказали самолеты военно-космических сил, бомбардировщики Су-34 и истребители Су-27. Помимо военных моряков, сегодня свой профессиональный день празднуют и парашютисты, которые присоединились к параду, буквально упав с неба. Они совершили прыжок над Каспийским морем и развернули флаги России и Дагестана. После яркого показательного выступления Каспийчан и гостей города ждала экскурсия. Моряки пригласили всех желающих детально ознакомиться с военно-морской техникой. Хочу сразу сказать, что по реакции наших зрителей на трибунах, на набережной следует сделать вывод, что все у нас удалось. Самую высокую оценку заслуживают экипажи кораблей, экипажи летательных аппаратов. Отметим, что день военно-морского флота отмечается в последнее воскресенье июля. Главное торжество по этому поводу проходит в Санкт-Петербурге. Наиболее ярко его отмечают также в городах-штабах четырех флотов – Калининграде, Североморске, Севастополе и Владивостоке. А теперь, с 2020 года этот список пополнил и Дагестанский Каспийск, куда из Астрахани перебазировалась Каспийская флотилия. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Каспийск. А накануне парадов, в честь дня ВМФ, наша съемочная группа побывала на главном корабле Каспийской флотилии – ракетоносце Дагестан. И убедилась, насколько мощная сила стоит на страже интересов страны в Каспийском море. Подробнее – далее. Это корабль «Дагестан» – самый мощный и грозный корабль страны на Каспии, флагман Каспийской флотилии. Так совпало в этом году, что День военно-морского флота приходится на День Конституции Республики. И впервые в Дагестане, именно в этот день, пройдет военно-морской парад. Дагестан изначально спроектирован и построен как корабль-невидимка. Обводы корпуса и материалы обшивки судна делают его малозаметным для обнаружения. Ведь палубные надстройки строились с использованием так называемых технологий «стелс». Каспийская флотилия в составе Южного военного округа – сейчас наиболее мощное военно-морское объединение в регионе. В ее составе несколько бригад и дивизионов кораблей, авиация, а также береговые войска. В апреле 2018 года в Министерстве обороны России было принято решение о перебазировании главной базы Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. Продиктовано это было желанием повысить мобильность основных сил объединения. А силы это немаленькие. Эти неприметные квадратики скрывают шахты ракетного комплекса «Калибр», способного донести свой заряд до цели за 1500 километров отсюда. По словам командира корабля, капитана второго ранга Аюпа Дадаева, который командует Дагестаном уже не первый год, флагман всегда готов показать пример боеспособности и может выполнять самые сложные задачи, поставленные командованием, что не раз уже продемонстрировал, и не только во время учений. Дагестан спустили на воду в 2012 году. За годы службы экипаж, а это больше ста военных моряков, не раз выходил в открытое море, выполняя множество артиллерийских и ракетных стрельб и отрабатывая учебно-боевые задачи. А в октябре 2015-го группировка кораблей Каспийской флотилии во главе с Дагестаном нанесла сокрушительный удар по позициям террористов в Сирии. Но крылатые ракеты морского базирования далеко не единственное многоцелевое оружие на корабле. И еще одно грозное оружие – артиллерийская установка АК-176 – поражает цели на суше, на воде и в воздухе. Умение поражать цели и действовать в обстановке, максимально приближенной к боевой, показал Дагестан и во время первого военно-морского парада, прошедшего в республике 26 июля, нанеся в море ракетный удар по критически важным объектам условного протива. Готовились к параду моряки основательно. Это первый столь масштабный боевой смотр в их жизни, который, безусловно, останется в памяти навсегда. Готовили парад за две недели. За это время были внезапные проверки, учения для военного человека, как и для моряка. Первое дело – это честь служить на таком корабле, на флагмане Каспийской флотилии. И, конечно, гордость за свою страну. Я горд, что служу на этом корабле. Не каждый корабль способен выполнить задачи, которые выполняются этим кораблем. Были исторические моменты. Не буду перечислять их. За 10 лет я повидал многое. Побывал в несколько государств приграничных. В этом параде с такими учениями, с такими элементами, боевыми стрельбами, конечно, это первый раз. Это переполняет чувства очень сильно. Я рад, конечно, моя семья придет, мои дети будут смотреть, родители, если получится, у них. Мурад Ахмедов, Магомед Магомедов, Мурад Бигбарзов. Новости ННТ. Каспийск. И в продолжение военно-морской темы. На вечную стоянку из Каспийска в Дербент прибыл единственный в мире ракетный экраноплан «Лунь». Многотонная машина станет центральным экспонатом филиала военно-патриотического парка «Патриот», который откроется в древнем городе. Напомним, что ранее мэр Дербента Хизрия Бакаров подписал с руководством Каспийской флотилии акт приема-передачи экраноплана на баланс древнего города. Подробнее о Каспийском монстре в следующем материале. Не то корабль, не то самолет. Самый большой экраноплан проекта «Лунь» меняет место стоянки. Построенный в 1983 году, единственный ударный экраноплан-ракетоносец простоял в Каспийске больше 30 лет. Поэтому к путешествию его готовили несколько дней. Спустили на воду на специальных понтонах и проверили на герметичность. Операция началась ближе к полуночи. Дорога из Каспийска заняла 18 часов. История разработки экранопланов началась еще в 60-х годах. Первый и самый большой в мире экземпляр был создан в 1966 году конструкторским бюро имени Алексеева. Для летных испытаний он был переброшен на Каспии. Нанесенные на борту буквы КМ означали корабль-макет. Но иностранные военные, видимо, опираясь на эти буквы, прозвали его Каспийским монстром. За границей этими машинами восхищались за их необычный вид. И без преувеличения боялись из-за их впечатляющих возможностей. Военные прозвали «Лунь» убийцей авианосцев за оснащение ракетами. Экраноплан мог развивать скорость до 500 км в час. А еще был незаметен для радаров. Самый быстрый корабль идет, пусть даже это самое, ну, 40-50 узлов. Больше нету такого корабля. А этот идет 500 км в час летит на экран. Он минует минные поля, заграждения любые. Из этого он подлетел, выпустил ракеты, развернулся и улетел. Однако неудачи на испытаниях, сложность пилотирования и другие недостатки поставили тогда крест на проекте. Теперь у этой уникальной машины начнется вторая жизнь. В парке «Патриот», строительство которого сейчас ведется в Дербенте. Алина Багилова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ «Касписк». Смертельное хамство. Несмотря на снижение общего числа аварий, ГИБДД фиксирует сезонный рост аварийности. Определены главные причины. Каждое третье дорожно-транспортное происшествие, заканчивающееся гибелью людей, происходит по вине водителя, выехавшего на встречную полосу. К такому выводу пришли специалисты госавтоинспекции, проанализировав статистику всех ДТП за последние месяцы. Методы борьбы с нарушителями обсудили на заседании в управлении. Слово моей коллеги, Алине Багиловой. По статистике, выезд на полосу встречного движения занимает первое место в рейтингах ДТП по числу погибших. Место встречки никак не меняется. За последний только месяц 44 аварии. Последние 10 дней 16 погибших. 16 погибших за весь июнь 26, потом 10 дней просто какого-то военных действий. 16 человек погибло. И что опять? Опять столкновения. Встречные столкновения, сопутствующая причина отсутствия права управления и его лишения. Недавняя авария в Хасавиртовском районе унесла 4 жизни. Этот ролик разлетелся по всем пабликам и группам. Скорость легковушки, выехавшего на встречную полосу, была настолько большой, что водитель не справился с управлением и влетел в другие машины. По словам очевидцев, стрелка спидометра у виновника ДТП застыла на отметке в 200 км в час. А причина аварии банальна и глупа. Решил устроить стритрейсер, иначе устроить гонки ценой собственной жизни. И жизни ни в чем невинных людей. Как еще донести до наших жителей республики? Это в основном наши жители. Это не туристы. Это не гости. Это не приезжие. Это мы сами. Мы сами себя уничтожаем, сами себя едим. Теперь предотвратить количество ДТП и усилить контроль за лихачами решили с помощью дополнительных камер фото- и видеофиксации. Возможно, автоматическое выписывание штрафов остудят головой любителям погонять, считают в управлении ГИБДД. Мы сейчас прилагаем максимум усилий к тому, чтобы запустить их как можно скорее. В ближайшее время, в течение недели, мы начнем выносить постановления по делам инициативного правонарушения. Обеспокоенность роста на ДТП высказывают и врачи-травматологи, которым попадают пострадавшие. По их словам, в палатах уже полная загруженность. В последнее время молодежь немного стала нахальнее, наглее. Водители стали не соблюдают правила дорожного движения. Полный центр. Если бы все заживалось красиво, хорошо, процесс нагнаивается, процесс утяжеляется. Люди становятся инвалидами на всю жизнь. Об этом никто не думает. Эти водители не думают. Ехал спокойно 80 км в час. Женщина за рулем напротив ехала, она заснула и резко вывернула. И произошло такое ДТП. Рядом со мной сидящий тезь тоже умер на месте. У этой женщины тоже молодой парень тоже умер. У него перелом костей таза, у него перелом шейки бедра, у него множественные ушибы тела, туловище. Этот список можно продолжать еще долго. Унесенные жизни, неисправимые травмы – еще один повод задуматься над безопасностью на дороге. За этими сухими фактами стоят вполне реальные жизни людей. Че-то горе и неисправимые ошибки. Алина Богилова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Накануне пять врачей Левашинского района получили сертификаты на выделение земельных участков. Напомним, проект реализуется в рамках программы «Земский доктор» и за все время успешно себя зарекомендовал. Всего работать на село отправилось более 1300 врачей. Тему продолжат мои коллеги. Дефицит кадров здравоохранения – проблема общая. Согласно данным Росстата, в стране недостает 60 тысяч врачей. И Дагестан в этом плане не исключение. Поэтому в регионе приняты дополнительные меры соцподдержки медиков сельской местности. Так, пятеро врачей Левашинского района стали обладателями сертификатов на выделение жилищных участков. В ближайшее время они смогут решить свои жилищные проблемы. Вы приехали в Левашинский район. Вы трудитесь в этом районе. Вы спасаете жизни и бережете здоровье наших сограждан. Мы хотим, чтобы вы остались. Мы хотим, чтобы вы трудились здесь. Чтобы вы стали семейными врачами. Чтобы вас уважали. Чтобы каждый житель этого района знал вас. Чтобы могли к вам обратиться. Чтобы вы душой и сердцем болели за жизнь и здоровье каждого наших сограждан. Сертификат для Марьям Газеевой стал заслуженным подарком. Право на получение участка она, как и еще четверо коллег, доказали своей работой. Хотелось поблагодарить руководство нашей больницы за то, что нас поддерживали в трудные минуты. Мы делали все, что могли для наших больных. Надеемся, что такой период тоже не повторится. Хотим также выразить свою благодарность от лица всех врачей. И вам, администрации села, и нашему профкомму. Вам тоже. Также мы хотим, чтобы наши коллеги тоже удосужились этой же наградой внимания. Так как мы все вместе работаем сплоченно, как одна команда. Земельные участки выделяются востребованным и отличившимся врачам. Чтобы они остались в районе и продолжали работать дальше. Руководство района считает, что для привлечения специалистов на постоянную работу в сельской местности необходимы достойные жилищные условия, развитая инфраструктура и возможность профессионального и карьерного роста. В период пандемии мы убедились, насколько нам нужны квалифицированные кадры именно в районах. Потому что в районе нехватка квалифицированных кадров всегда бывает и с жильем проблемы. Сегодня наши земские доктора получили по 1 миллиону рублей по программе. В связи с чем мы решили нашим земским докторам, сегодня дали 5 сертификатов. В дальнейшем мы планируем всем, кто получил по этой программе, давать земельные участки. Как мы и говорили, подводить к ним коммуникации тоже. И есть нехватка квалифицированных кадров. Для того, чтобы их привлечь, нам нужно, наверное, оказывать какую-то помощь. И это не предел. Право на безвозмездное приобретение земельного участка под строительство жилья получат еще десятки врачей. Это терапевты, акушеры, гинекологи, педиатры, хирурги, стоматологи и другие. Поддержка, которую оказывает республика, поможет закрепиться им на родной земле. Мечты горожан иногда сбываются. В столице Дагестана завершается ремонт улицы Огарева. Она соединяет проспекта Кушинского с микрорайоном Сепараторный. Долгожданные изменения к лучшему для местных жителей крайне необходимы. Дорога ведет ко многим социальным объектам. Это два детских сада, школа, поликлиники и даже городская клиническая больница номер 3. Подробнее по теме от Ханапова. Невозможно было ни проходить, ни ездить, ни постепенно ямы. Не то, что здесь, а везде дорога. А сейчас прекрасную работу делают, прекрасную дорогу делают. Очень даже довольны. Это местный житель Амар Махалиев рассказывает, в каком состоянии раньше была улица Огарева. По его словам, здесь даже на машине было сложно передвигаться, что уже говорить о доле пешеходов. Ремонт автомобильного полотна был чрезвычайно важен для всего микрорайона. Ведь эта дорога значительно уменьшает нагрузку на прилегающие улицы и проспекты Акушинского. Кроме того, жителям станет легче добираться до многих социальных объектов. У нас претензий нет. Они работают, ребята. Они работают так, как надо. Они работают. Они понимают работу. Они делают работу. У нас претензий сейчас на этом этапе нет. Нет претензий. Они делают работу. И общественность, вы же видите, общественность сама смотрит за всем этим. Вот к вам подходили люди. Люди интересуются, живо интересуются люди. Огарева стала одним из важнейших объектов, ремонтируемых в текущем году. Таких работ здесь не проводили около полувека. Кроме того, перед тем, как проложить асфальт, под землю перенесли и все инженерные сети, чтобы потом вновь не сталкиваться с ремонтными работами. На эти цели средства были собраны общественниками. Это около 500 тысяч рублей. Я живу в этом поселке с 60-го года. Вот такого у нас не было никогда. Ни в советское время, ни после советского времени. Очень хорошо работают. Аккуратно, внимательные ребята они. Я хочу пожелать им здоровья, долгих лет жизни, чтобы они работали. Крептим здоровья им. Спасибо им большое. Наши поселковые люди очень довольны. Очень довольны. Отметим, что работы на улице Огарева проводят по программе «Безопасные и качественные дороги». В этом году в рамках нацпроекта в Махачкале будут отремонтированы 85 улиц с общей протяженностью 57 километров. Патемат Ханапова, Джовгород Альмирзаева, новости ННТ, Махачкала. И в продолжение темы. К мэру столицы Дагестана обратился житель дома по улице Лизы Чайкиной. Мужчина с ограниченными возможностями здоровья попросил городоначальника отремонтировать проезд ко двору дома, находившийся в плачевном состоянии. Ему, как никому другому, доставляли дискомфорт, неровные дороги и отсутствие асфальта во дворе дома. Просьба махачкалинца не осталась незамеченной. Еще недавно здесь было ни пройти, ни проехать. Качество дороги оставляло желать лучшего. И если основная масса жильцов дома как-то привыкла к таким условиям, то махачкалинец Рашид Салманов свыкнуться с этим никак не мог. Благодаря обращению местного активиста, проезд со стороны двора к улице отремонтировали в кратчайшие сроки. После этого мои соседи обращались туда к ним, к этим подрядчикам, работникам, по поводу проездную часть, асфальтировать. Тут вообще невозможно было проехать, честно говоря, не то что на коляске, даже на автомобиле. Услышали нашу просьбу. После вышли на меня его помощники, приехали к нам их заказчики, увидели вот это все. Короче говоря, буквально две недели не прошло, асфальтировали нам этот проезд. Таким изменениям рад не только Рашид, но и его соседи, и даже самые маленькие. Апробацию нового асфальта здесь проводят на самом разном транспорте. Пол плохой, нехороший, не могла я на нем кататься. А теперь? А теперь могу вот только здесь. Здесь катаешься? А на чем катаешься? На велике и на самокате. У меня ролики тоже есть, правда я на них не умею. Даже самим просто приятно выйти, детям на велосипедах покататься, дети даже, допустим, выходят, женщины с колясками и так далее. То есть, скажем так, очень нам нравится. Большие проблемы местные жители испытывали не только из-за подъездной дороги, но и из-за качества дорожного полотна на самой улице. Трудно было проехать даже автомобилистам. Сейчас же всю улицу имени Лизы Чайкиной ремонтируют в рамках проекта «Улица Победы». Большая проблема – это ширина улицы, машины, негде было парковаться. 30-я машутка моя любимая, не могла туда-то там проехать. Сейчас нормально все. К сожалению, не отремонтированных дорог, как и самих дворов и проездов ко дворам, остается в Махачкале еще множество. Обращения поступают из разных районов города, в мэрии проблемы решают по мере возможности. Сейчас в республике идет активная работа по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», которая охватывает все новые и новые улицы. Гурбан Рагимов, Магмед Абдул Муталибов, телеканал ННТ, Махачкала. Проблемы с водоснабжением этим летом для многих муниципалитетов стали ключевыми. Исключением не стал Буйнакск. В связи с этим на площадке Риад-Дагестан прошла пресс-конференция мэра города Исламудина Нургудаева. На встрече чиновник рассказал о причинах частого отключения воды в городе и о том, каким решением проблемы видится властям. Подробнее далее. Изношенные сети, незаконные врезки и аномальная жара. Причин нехватки воды много. Проблемы не один десяток лет. И с каждым годом ситуация только хуже. Город растет и расход воды увеличивается в разы. Мы, чтобы в данный момент ситуацию снять, такое острое напряжение, мы, в первую очередь, конечно, вырезали незаконные врезки, выехали на место в Черкее. Хоть как бы ни было нам неудобно, это черкейцы, те люди, их не трут, которые столько туда они вложили, сажали сады. И это должны были где-то потом эти фрукты продать и получить. Это их не хлеб, да, вот на чем и кормятся, наверное, эти села. Но и тем не менее, уже у нас стал такой вопрос, ну, фрукты фруктами, а людям город остался без воды, и мы пошли на самые крайние меры, выехали и начали разрезать эти врезки. Ликвидация незаконных врезок – это временная и экстренная мера. Накопившиеся годами проблемы она не решает. По данным мэрии, Буйнакска найден комплексный подход к решению вопроса, но на это потребуется около двух лет. Речь о прокладке новой нитки водовода Черкей-Буйнакск. На данный момент проектно-смертная документация проходит экспертизу. В республиканской институционной программе нам предусмотрели деньги на проектно-смертную документацию по новой нитке водовода Черкей-Насосная, город Буйнакск. Эти деньги мы получили. Далее мы объявили торги на проектно-смертную документацию, потому что это очень важная составляющая, потому что от проекта много чего зависит, как будет разработан проект. И были электронные торги, победила компания «Ростов-Гипрошахт». Это компания, которая имеет очень большой опыт на проектном рынке. Однако и прокладка новой нитки не окончательное решение проблемы. Администрация города планирует также попасть в программу «Мой Дагестан – моя вода». Отметим, что накануне прибывший в республику первый заместитель главы Минэкономразвития России Михаил Бабич также коснулся темы обеспечения муниципалитетов питьевой водой в регионе. Федеральный чиновник подчеркнул, что обязательно проведет встречу с главами проблемных районов и городов. На сегодняшний день острая нехватка воды ощущается в городах Махачкалах, Савюрта, Дербент, Кизляр и Буйнакска. В Дагестане появится первый бесплатный скейт-парк. Его собираются открыть на площадке перед историческим парком «Россия. Моя история» в Махачкале. Идея создания спортивного объекта прорабатывалась давно, но не хватало финансирования. Инвесторы планировали сделать вход платным, но это не устраивало руководство парка. В итоге проект получил поддержку у Минспорта Республики. Самые близкие и самые преданные – друзья и родственники Магомеда Исмаилова – организовали бойцу теплую встречу. Накануне спортсмен прилетел из Сочи, где на турнире Лиги ЕСЕЯ одержал громкую победу над Александром Емельяненко. Вместе с болельщиками Исмаилова триумфатора встречала и наша съемочная группа. Слово Курбану Рагимову. Братские объятия и памятные фотографии разделить радость победы с Исмаиловым приехали около 50 человек. Это близкие друзья, родные и преданные болельщики. Каждый из них с замиранием сердца следил за ходом поединка против Емельяненко у экрана. Теперь все самое сложное позади. Пришло время поделиться эмоциями. В главном поединке вечера на турнире ЕСЕЯ Исмаилов задействовал весь свой арсенал – ударка, борьба, грэплинг. Поединок полностью прошел под его диктовку. Все, что я хотел донести до него – первый удар. Вот я знал, если я донесу до него первый удар, то все, что я делал, то давление моральное, которое я пытался на него оказать и так далее, которое я оказал на него, я должен был, так сказать, поставить печать. Я должен был попасть в первый удар, то есть я должен был донести до него удар. Уверенная победа, говорит боец, это заслуга всей его команды. Секунданты тщательно спланировали тренировочный процесс, готовились к любому повороту событий. Если бы бой сложился удар на технике, Мухаммад им не уступил бы. Но там был риск пропустить удар. Вы знаете, это же… Да, 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 план был постоянно угрожать ногам, постоянно показывать проход и отсюда переводить на голову. Там были комбинации тройки, двойки. Ну, Мухаммад слышал, уже понимал, да. Да, повторяем угрозы в ноги. Напряжение с нас не спадало вообще. Мы были максимально задействованы полностью. То есть ни один элемент не был упущен. И все гладко проходило. Да, местами нервы сдавали, но все равно мы держались. В привычной манере Исмаилов шутит и изучает позитив. Он улыбается и щедро делится своим настроением. Позади полгода упорных тренировок. Сейчас в планах у бойца заслуженный отдых, но почивать на лаврах он не намерен. Будет поддерживать свою форму. Ну, месяцок хочу отдохнуть. Ну, у меня не бывает такой отдых. Я в любом случае буду по утрам тренироваться, да, будет активный отдых. Просто, да, рахат хочу поймать. Хочу рахат поймать. Победа над Емельяненко была неоспоримой. Однако в интернете уже идут разговоры о реванше. Сам Исмаилов не против. Главное, как говорится, заинтересовать предложением, от которого будет сложно отказаться. Курбан Рагимов, Магмед Абдул-Муталибов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала. И это главное, чем запомнилось нам эта неделя. До встречи в следующее воскресенье. Удачи вам, друзья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова